Есть таких, которые говорят, на меня влияют, я это ощущаю, что мне делать, я хочу вас научить. Когда вы чувствуете, что на вас кто-то влияет, то вы становитесь жертвой, ощущая, что вы жертва, вы фактически разрешаете тому человеку на вас влиять. Есть ли такое, что к человеку подключается и могут забирать у него энергию? Конечно, это есть и широко практикуется. Я не хочу вас запугивать, но могу сказать, что такое я признаю, что да, действительно, к человеку можно подключаться. И особенно сильно к человеку подключается, если человек энергетически слабый раз, и второй сильно напуганный. То есть у человека много страхов и так далее. Есть целый ряд людей, которые находят таких молодых людей, или находят тех, кто слабый, и начинают таких людей вампирить или забирать у них энергию. Как это ощущается? Ощущение, будто вас покидает энергия. Прямо усталость такая, нет сил, утром просыпаетесь разбитыми. Первое, попробуйте не бояться и сказать, мне все равно и никого не боюсь. Это важно. Второе, сказать, я теперь не кролик, я теперь биоэнергетическая машина, как Шлахтер говорил. И третье, говорите, я с этими людьми соединен нитью. Какой нитью? Не важно, представьте, в том месте, где у вас болит, в том месте, где происходит отток энергии, от вас вперед вас или во все стороны мира идут нити. И энергия от вас по этим нитям идет в виде электрического тока. На вдохе, скажите, я запрещаю это делать. Почему? Есть правило вашего выбора. И делайте так, через зубы, представляете, будто забираете эту энергию и забираете ее у этого человека. При этом говорите, забираю не только энергию свою, я забираю ее вместе с твоим богатством, твоим успехом и твоей молодостью. Если вы будете делать так, то на той стороне, где человек подключен к вам, прав он, не прав, нужно ему это и не нужно, происходит отдергивание нити, потому что у человека происходит сильнейший удар такой энергетический. Помогает ли это? Да, если это практиковать, это очень такой мощный эзотерический метод, где человек оглашает о том, что он теперь не донор, оглашает о том, что его воля быть не донором, а быть владельцем своей энергии и забирает.